Слушаем представление бойцов. 3 сантиметра, вес 77,4 килограмма. Профессиональный рекорд 5 боев. Три победы при двух поражениях. Его стиль вольная борьба. Дамы и господа из Кростова, Россия, Имран Апоев. Инструктаж от рефери поединка Виктора Корнеева. Бойцы на центр. Бойцы, слушай внимательно. Работаем три раунда по пять минут. Еще раз напоминаю, головой бить нельзя. По затылку, позвоночнику бить нельзя. Локти можно бить и в голову, и в корпус, кроме локтей по направлению 12-6. В партере коленом и ногой работаем только по корпусу, по ногам. Шорты, перчатки, сетку не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Это даже слив по углам. Итак. Поединок начинается. Перчатки с красным скотчем у Имрана Абаева. С синим скотчем у Эркенбека Мансурова. Ну, кстати, видно, да, что из разных весовых категорий бойцы. Да, видно, конечно. Крупнее, гораздо крупнее Имран Абаев. С жесткого мид-кика начинает. Но чуть-чуть ниже в отверлении и извиняется. Естественно, было не специально. Да, бывает, конечно. Так, черкнул лоу-киком Эркенбек Мансуров. Имран Абаев никуда не спешит. Времени у него предостаточно. Но вот быстрый-быстрый кыргызский боец и такой дрочливый. Мы видим, да, он достает такими размашистыми свингами Имрана. Огрызается. Огрызается. Надо заметить, что Имран Абаев не проигрывал нокаутом, либо техническим нокаутом ни разу. Оба поражения у него приемами. Имран пытался сейчас перевести в партер это все дело, но не получилось. Из трех побед у Имрана одна победа нокаутом и две победы по очкам. Да, техническим нокаутом он выиграл в дебюте в своем профессиональном в апреле 2014 года. Поджимает Имран Абаев Аркенбека Мансурова в сетке. Ощущение такое, что он... Тут два варианта. И он осторожничает, и он хочет наверняка провести удар или прием. В твое мнение на какой-то ситуации? Ну, вот этим спокойствием он напрягает. Сам не тратит энергии. Соперник двигается, нервничает, дергается. Имран спокойно смотрит. Может, да, выжидает, хочет туда комбинацию свою провести жестких ударов. Ну, вот такой у нас был. Минутка бесконтактного боя. Да. Битва джедаев. Да, битва джедаев, битва взглядов. Ну, как... Опа! Хорошая. Правая через руку прилетела от Имрана Абаева, но маловато этого, да? Все-таки, наверное, нужно по активнее где-то работать. Очень многое, что он пережидает. Имрана, конечно, все длиннее. Можно было просто потихонечку дергать джебом. Или побить лоу. Побить лоу, да, согласен. Такое ощущение, что Имран выцеливает. Ну вот, наконец-то отважился на лоу-кик. Эркенбек Мансо. Опа! Хорошо сейчас поддел Имран Абаев сопернику. Ну, вот это уже огонь. Публика оживилась, я думаю, сразу же. Оп, здесь шансы, шансы у Абаева, да. Ну, он такой размашистый парень, но видно, что бьет тяжело. Колено. Пытался подхватить колено Эркенбек Мансуров. Очень быстро Абаев встал. Эркенбек чуть не перевел его в партер. Хотя Абаев габаритный, да? То есть, ну... Абаеву можно вообще по бодибилдингу выступать, такой рельефный парень. Да, но как-то он очень интересно защищается, просто отклоняет голову, но тоже опасно. Опасно, конечно. Ну, это, я думаю, все с гонкой веса тяжело вот ему двигаться. Я его прекрасно понимаю. Если он обычно выступает в среднем весе, значит, он где-то гоняет с 90-го скольки-то там. Ну, примерно, да, наверное? Ну, да. Убедительно, где-то так. Вообще, насколько много бойцов в ММА, если брать Россию, на твой взгляд, Сергей выступает в своем природном весе? Ну, я даже не знаю, кто как себя чувствует. Тут нравится там своем весе. Некоторые гоняют 2-3 килограмма. Вот я как раз про это. Некоторые 13-12, то 20. Ну, вот я так представил, сколько бы, если бы я был бойцов в ММА, сколько бы я мог согнать? От конституции тела еще многое зависит, сколько ты сможешь согнать. Ну, вот я так прикинул, ну, килограммов 10, наверное, мог бы. Но не больше. Опять у нас минутка бесконтактного боя. Напрягает, напрягает своим бездействием, таким, ну, бездействием в кавычках. Имбран Абаев, Эркенбек, Анасуров. Ну, надо все равно, да, обозначать, какие-то действия делать, просто стоять, это уже неинтересно. Прямо под сирену об окончании раунда взял и заработал немножко себя очков Имбран Абаев. Но, на мой взгляд, первый раунд он был не очень неактивным, хотя были моменты очень такие. Были моменты, да. Вот как здесь. Я думаю, что все-таки за Абаевом, наверное. Да, да, взять этот тейкдаун, да, по оконцовочке, да, как бы, я называю так, украл раунд. Украл раунд. Как говорил Штирлиц, запоминается в основном начало и конец. Ну, что ж, посмотрим второй раунд. Напомним, Имбран Абаев против Эркенбека Мансурова. Поединок в полусреднем весе. Эркенбек Мансуров оптимист, улыбается. Да, улыбается. Ну, потому что плакать он не будет однозначно. Ну, да. Что бы ты посоветовал Эркенбеку Мансурову, кстати говоря? Как действовать с таким бойцом, как Мурамай Маев? В твое мнение. Во-первых, не стоять, двигаться побольше. Потому что... Не жаться к сетке, может быть, да? Да, не жаться к сетке, двигаться по октагону. Так, посмотрим, что будет у нас во втором раунде. Опять забирает центр октагона Имбран Абаев. Вот здесь хорошо, да, попал. Выцелил, попал Мансуров. С дистанции. Ну, я бы не сказал, попал здесь, больше в руку пришло. А вот ответ от Имбрана Абаева. Ну, мне показалось, что там все же идет. Нет, там он выставил ручку и в руку удар пришелся, как бы не было. А вот сейчас попал. Сейчас попал. Левый крюк прошел. Ну, такой немножко, так, на излете там успел отклонить голову Абаев. Другое дело, что Мансуров не воспользовался ситуацией и не добавил по корпусу. Да, у Мансуров такой, немножко корявенький в ударке, видно. Ну, он бьет быстро. Посмотрим. Сильно нет. Ну, природный, как бы легковес. Опа! Перевод в партер. Атабаева. У Эркенбека единственная победа техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2016 года стал профессионалом Эркенбек Мансуров. Освободил руки и начинает бить, разбивать Имран Абаев соперник. И серьезное кровотечение из носа. Разбит уже нос, по-моему, еще в первом раунде. Да, когда он сидел, видно было, что сжала кровь из носа. Вот я сомневаюсь, что из такого положения сможет Эркенбек Мансуров провести болевый прием, например. Да, он просто его держит. И пропускает по корпусу. Пропускает по корпусу. Мы видим, локтем отжимает в голову. Локтем жесткий, да, вот. Вот это удар из корпуса. Поднимает корпус. И вкладывает. Сайд-контроль практически тотальный со стороны Абаева. Называется это положение крест. Когда забирают обе руки и вот разбивают так. Ну и мне кажется, ну, все. Второй раунд и победа, я так понимаю. Там был болевой, да? Там, мне кажется, да, был болевой. Скорее всего, Американо. Но плохо было видно. Непонятно. Сейчас повтор смотрим. Нет, не показали. Ну, скорее всего, был Американо. Американо? Да, это когда ручка, ну, локоть надо тянуть к тазу. Понял. А вот. Если Кимура, локоть находится у головы, то Американо, локоть находится ближе к тазу. Ну, и тянешь, и происходит, как бы, болевой на плечо. Ясно. Бесплатная лекция от Сергея Калинина по разновидности болевых приемов в ММА. Огромное спасибо. Да, такая корявенькая лекция. Коротенькая. Коротенькая. Ну что ж, мы поздравляем Имрана Абаева. Заслуженная победа. В любом случае, уважение Эркинбеку Мансурову. Беркова Мансурово. Заслуженная победа. Продолжение следует...